Казахстан приступает к четвертому году исполнения обязательств, принятых при вступлении в ИТО. Какие перемены нас ожидают, об этом мы поговорим с экспертом Института мировой экономики и политики при фонде первопрезидента Казахстана Айжан Мухужбаевой. Она на прямой связи. Айжан, добрый вечер. Так вот, с 2020 года заканчиваются преференции для отечественных банков, туроператоров и страховых компаний. То есть иностранные игроки смогут напрямую открывать у нас свои филиалы. Это большая конкуренция, как это, на ваш взгляд, скажется на отечественной финансовой системе. Добрый вечер. На самом деле увеличение количества игроков в финансовом рынке Казахстана приведет к повышению конкуренции. А повышение конкуренции в финансовом рынке, в свою очередь, снизит процентные ставки кредитных ресурсов для населения и для МСБ. И тем самым наши предприниматели могут получить кредитные ресурсы на более длительный срок с более низкими процентными ставками. Они могут дальше модернизировать свое производство и дальше развить свой бизнес. А также с приходом новых игроков в финансовый рынок Казахстана могут увеличиться ассортимент продукции, ассортимент продуктов, финансовых продуктов. Иностранные банки, они приходят в наш рынок с более развитыми технологическими решениями. И тем самым наше население и бизнес получат более разные виды продукции и более низкими процентными ставками. То есть, как я понимаю, это больше плюс для юридических лиц, нежели для физических лиц. Так ли это? В основном, я думаю, что это больше отразится на деятельности бизнеса, потому что наш бизнес получит длинные ресурсы, кредитные ресурсы на более длительный срок. И решит свои финансовые проблемы с нехваткой оборотных средств. Для населения тоже есть плюс. Так как повысится конкуренция, банки могут снизить свои процентные ставки в предоставлении потребительских кредитов. Айжан, спасибо большое. Хорошая новость. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, с нами на связи была Айжан Мухожбаева, эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первопрезидента Казахстана.